итак всем добрый день я в турции это побережье средиземного моря населенный пункт называется алания в нем расположен вот этот вот красивый полуостров и к нему я сейчас иду посмотреть что на нем есть там есть какая-то крепость какая-то башня общем я иду гуляю с моего отеля до места примерно 7 километров но свежий воздух тепло идти замечательно ну и прогуляться лишний раз ножками никогда не помешает итак я приближаюсь к цели уже видна какая-то крепость то строил как обычно не ясно в общем что-то видно на горе топать не еще примерно километра 4 но я шагаю весело у меня еще есть цель обменять деньги евро на лиры в турции турецкая лира и когда вы расплачиваетесь вот так наимно немножко по курсу обманывать в общем идем смотрим мне удалось встретить двух местных жителей которые стоят на входе в ресторан и охраняет его вот так вот выглядит местные и так я обнаружил то место откуда нарушается мой покой периодически это мечеть на минорете установлены громкоговорители и каждое время определенное для молитвы и имам начинает петь отсюда свои песни неважно ночью это днем или вечером вот это турция вот памятник местному герою а татюрку они у тут чтят везде он придумал туркам независимость и освободил их не не знает чего вот его автограф в оригинале надпись юрта зульх циханда зуль короче значит значит переводить тоже не пытаюсь но а то турок здесь кругом и везде и так я подобрался к побережью здесь обнаружил артефакты древнегреческие у фонтанов расстроили явно недавно подниматься на гору я не знаю как я вошел в кафешку взял кофе мне сказали бери такси ехай на гору я конечно понимаю что можно доехать но можно не пройтись сейчас пройдусь то есть этой стены что я здесь еще обнаружил ну как всегда конечно же местные аттракционы что нам здесь предлагают нам предлагают в порту покататься вот на таком вот классном кораблике собирать туристов со всего побережья ну честно когда идешь по линии протяженностью 6 километров которая застроена вся отелями думаешь да серьезно расстроили вдоль моря и вот эти кораблики как раз один сейчас отходит отчаливает полностью рисками но такой жаре я вам сказал в море на открытой палубе 3 часа и вы сваритесь как редиска такие аттракционы меня конечно не устраивают я пойду несколько другое место вот два корабля отходят полностью набитые туристами даже 3 вот он третий пошел в море сейчас подойду поближе и погляжу обнаружил информационную доску здесь даже раздают вай-фай не знаю за деньги или бесплатно можно подзарядиться еще какой-то автомат с информацией вот они кораблики садитесь располагайтесь и пошли в море ну как сразу со стороны видно это какие-то баркасы все настройки приделанные для них это аттракцион под парусами такое никогда явно не ходил и вообще ходил ли когда-нибудь что-нибудь под парусами вдали виднеется маяк на входе в эту бурту также стоят современные корабли кучи яхт я вообще-то хотел отправиться отправиться вон туда наверх на ту гору вот как на нее подняться минаре от мечети видно гору видно по дороге там как-то машина поднимается но пешком будет туда добраться сложновато ну попробую обнаружено очередная мечеть турецкий флаг портрета татюрка на фоне турецкого флага и вот сюда наверно ходят по улице мне туда наверх надо как-то ну вот как и везде местный это тюрк памятник ему я добрался до красной башни сразу заметно что-то старое новодел сверху конкретный турецкий флаг как они здесь их любят они здесь просто везде развешены немецкие флаги крайне редко можно в германии встретить но здесь турецкие просто вокруг и везде выход к порту кафешка вот такая двумя якорями кораблики на рейде на которых катают туристов в общем я спросил у таксиста я им не туда на гору мы там можете конечно вот очередной минарез здесь рядом пять километров в гору мне пожелал удачи я им сказал да все замечательно тут принципе есть паровозик но он стартует в 11 часов не еще примерно полчаса ждать вот он провозит здесь по всей горе стоит такая поездка 3 евро так что сейчас подумаю пошляюсь подожду и наверное возьму транспорт вот они кораблики на рейде народ стартует да их повезут не знаю но городе конечно красивые высокие в облаках вот она старая крепость местная алания стена вдоль моря даже небольшой пляжик тут народ ходит рассматривает что есть вот она крепость возьмем поближе ну как и строили не знаю даже не читал в описании предлагают устроить на побережье крайне сложно однозначно притащить сюда материал и залепить вот такую вот стену как обычно я слепил из того что было местные искатели сокровищ что-то ищут в воде клад затонувшего кораблика и я обнаружил указатель кизилку лерит овер вот она красная башня у которой я нахожусь но тут идет дорожка наверх по которой не сказали топать пять километров и обнаружил древнюю древнюю катапульту из нее отстреливались от пиратов которые нападали на местных турков самое главное колеса так таскали эту колымагу по бездорожью и охотно хотел бы на это посмотреть в общем я подумал посмотрел что-то пожаре меня охота тащиться на самый верх я посмотрел стену посмотрел то что здесь расстроена для туристов ну стены конечно я удивляюсь вот бой кирпичный весь собрали обмазали каким-то цементом кое-где торчат железки и все это оставили здесь но тут вот внизу какой-то непонятный колодец с мусоркой и пепельницей что могу сказать аттракцион построен достаточно хорошо проводка торчит древней кладки кирпич тоже такой интересный не знаю подкрашивали они наверное здесь обычный красный кирпич вот она красная башня здесь схема как она устроена изнутри текст есть на немецком но вот и на русском давайте почитаем официальную версию башни была построена в 1226 году по приказу сирджукского султана аладдина кейкубата архитектор эбу али из алеппо сирия в общем сирийцы строили турцию башни была построена для поддержания контроля в порту ну я так и думал в общем 13 век как они здесь все тасканье ясно как струль тоже непонятно но объект стоит и удалось обнаружить источник святой воды который течет со стены это фонтан не пить гласит надпись на английском но не все могут читать и понимать домики живут обычные турки местные жители хижина на горе я не знаю сколько тут такой объект стоит но вообще здесь парк развлечений на которые надо потратить целый день в общем я не решил не идти наверх далековато и сюда действительно надо потратить целый день только на этот полуостров здесь отмечены пункты где что расположено очень проведем короткую экскурсию по месту какие пункты можно посмотреть что у меня здесь ожидала бы заберите наверх это проще действительно сесть на трава чик заплатить 3 евро проехаться и поснимать все гулять с холодильними правда нету времени я уж пойду пообеду и отправлюсь на пляж в общем я подумал решил потопу и обратно свой отель передо мной минимум час ходьбы идти непременно вон туда достаточно не близко но вдоль побережья 7 километров пешочком под солнцем в тепле просто замечательно такой вот вид глава не турции и аттракцион местная крепость типа 13 ладно всем удачи пока друзья распространяйте это видео пусть люди идущие на выборы знают что их ждет